Эта история произошла совсем недавно, одна из недавних историй таких, сейчас я ее тоже найду. Может быть, она не такая веселая, как первая, но по экстремальности, поверьте, это было. Ролевой фестиваль Уралкон, апрель 2018-го. База Хрустальная, сколько-то там километров от Екатеринбурга. После концерта следующий пункт назначения Пермь, поезд в шесть по местному. Ну, то есть орги предупреждают, что выезжать лучше часа за полтора, с учетом, что такси из города отсюда вообще вызываются неохотно, вовсе непонятно, сколько ждать. Однако оргам и вместе с ними мне неожиданно везет. К сожалению, все имена, явки и так далее сохранены, поэтому это конкретные люди. Но они не обижались, когда услышали, как я это читаю. Ибо тут же находится святой, непьющий человек с ролевым именем Скиф, готовый домчать до вокзала с ветерком. Он высок, улыбчив, деятельно, бодр и готов на любые благородные подвиги. В общем, не человек, а золото. Настоящее скифское золото. Да какой там, говорит, полтора. За полчаса долетим. Чувствую себя перестраховщиком, торговываюсь на одном часе. Ровно за час оказываюсь с вещами в условленном месте у дверей столовой. Приходится немного подождать, но пять минут, в общем, согласитесь, не столь большая разница, учитывая, что долетим за полчаса. Через пять минут Скиф появляется. И очень эффектно. Неся на руках девушку. По правую и левую руку два товарища. Один корсар с условно Карибского моря, второй вроде такого поистрепавшегося рыцаря на пути к чаше Граэля. Подвернула ногу. Сейчас донесу до корпуса и сразу рваню, он весело бросает скиф. Зляясь на свою ревнивую черствость, начинаю, однако, понимать, что благородство скифа распространяется не только на музыкантов и оргов, а вообще на все человечество сразу. И особенно на девушек, поскольку, вернувшись через пять минут, наш общий спаситель дает понять, что по дороге к машине мы заберем из соседнего, через два корпуса, еще двух страниц с рюкзаками, которым тоже надо в город. Я же не против, ну, я не против, просто нервничаю почему-то. Когда мы вчетвером добираемся до машины, выясняется сразу две вещи. Ну, во-первых, машина вполне себе скифская, в смысле возраста и меньше, не дашь. Во-вторых, если я вдруг переживаю за поезд, то зря, у нас еще куча времени, и самое долгое это как-нибудь завестись и прогреть замерзшую машину. Дальше будет вообще ерунда. И снова водитель прав, я действительно переживаю, почему-то все сильнее, но это, наверное, просто усталость. Вообще, я быстро езжу, везде я успею. Вы просто говорите со мной погромче, а то я третьи сутки не спамшу. Успокаивает нас водитель, и мы, наконец, строгаемся. На дверь не обращайте внимания. Это как-то с грейдером не разминулись. Тогда трассу подморозило, а я на летней резине еще, ну, обошлось, не обошлось, в общем-то, трассу. Выезжаем на трассу с отбойником. Поворот отсюда только правый, как раз в противоположную от Екатеринбурга сторону. Сейчас найти бы где-нибудь разворот, и все, дальше вот по прямой. По дороге девушки из Кифа развлекают друг друга ролевыми байками. И все, в общем, вполне довольны жизнью, включая и меня. Я тоже вполне доволен жизнью, не очень доволен собой. Потому что сейчас, когда у нас 130, пролетаем по льдисто-поблескивающим рассветным солнцем, трассе, как же красиво. Я тупо гадаю, какая нам досталась резина на этот раз, зимняя или обратно летняя. А спросить почему-то стесняюсь. Нет, ну конечно, все в итоге закончивается хорошо, иначе бы кто бы вам все это рассказывал. Мы реально добираемся за полчаса. И даже на 4 минуты раньше. И эти 4 минуты мне сильно пригождаются, чтобы вытащить чемодан, сказать спасибо, и добежать до третьей платформы шестого пути и заскочить в свой 16-й вагон. Благо, нумерация, на мое счастье, начинается с хвоста состава. И вот забравшись уже на верхнюю полку, я вспоминаю почему-то не дорогу, не своего лихого спасителя, а засевшую в голове фразу одной из попутчиц. В свободное от ролевых игр время она работает техником-протезистом в стоматологической клинике. А фраза такая. У нас протезисты говорят, что мы как зубные феи, но только наоборот. Дарим зубы и забираем деньги. А я набираю себе текст и думаю, вот ради такой фразы не жалко было бы и опоздать. Режим путешествующий. Когда все слишком сложно или поздно, Все кое-как, что жил, а что не жил, Он успевает заскочить в мой уходящий поезд, Как в детстве безбилетный пассажир. Как в детстве безбилетный пассажир. Ему не знать, как было все в начале, И где, и что потом пошло не так. Мой безбилетный пассажир совсем не спит в начале, Пияя мне на жизненный бардак, Пияя на мой жизненный бардак. Склонившись с черной птицей к изголовью, Двергит о жизни свет, цветов и пра. Все лучше, чем носиться со своей дурной любовью, Но что тут скажешь, парень, в общем, прав. Мне кажется, что пассажир мой прав. Песня на мой жизненный бардак. Как поездом, гонимому судьбою, Кружить сенам, парень, сен бытия. О том, что мы расстанемся, Пока не знают твое, Мой безбилетный пассажир и я. Мой безбилетный пассажир и я. Спасибо. Делаем большой перерыв, контракт И встречаемся здесь же, в общем, в том же месте. Слушайте, ну да, сколько вам надо? Десять? Пятнадцать? Давайте, десять-пятнадцать. Десять. Черт, к чаю.